Бироксол – это отхаркивающее и муколитическое средство. Показания. Применяется при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей с выделением вязкой мокроты, острый и хронический бронхит, пневмония, хроническая и обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты, бронхоэктотическая болезнь. Способ применения. Муколитический эффект препарата проявляется при приеме большого количества жидкости, поэтому во время лечения рекомендуется обильное питье. Внутрь применяют препарат после еды, добавляя воду, чай, молоко или фруктовый сок. Взрослым и детям старше 12 лет первые 2-3 дня по 4 мл, 80 капель, 3 раза в сутки, что соответствует 90 мг амброксола в сутки. Затем по 4 мл, 80 капель, 2 раза в сутки, что соответствует 60 мг амброксола в сутки. Детям от 6 до 12 лет по 2 мл, 40 капель, 2-3 раза в сутки. Детям от 2 до 6 лет по 1 мл, 20 капель, 3 раза в сутки. Детям до 2 лет по 1 мл, 20 капель, 2 раза в сутки. Детям младше 2 лет препарат назначают только под контролем врача. Применение в виде ингаляций. Препарат можно применять, используя любое современное оборудование для ингаляций, кроме паровых ингаляторов. Перед ингаляцией количество препарата, соответствующее необходимой дозировке, смешивают с растворителем. 0,9% раствором натрия хлорида для оптимального увлажнения воздуха в соотношении 1 к 1. Перед ингаляцией рекомендуется подогреть ингаляционный раствор до температуры тела. Поскольку при ингаляционной терапии глубокий вдох может спровоцировать кашель, ингаляции следует проводить в режиме обычного дыхания. Пациентам с бронхиальной астмой рекомендуется проводить ингаляцию после приема бронхиолитических препаратов в избежании неспецифического раздражения дыхательных путей и их спазма. В случае применения препарата во флаконе для точного отмеривания дозы препарата прилагается мерный стакан. Дозировка для ингаляций. Взрослым и детям старше 6 лет 1-2 ингаляции в сутки по 2-3 мл раствора, что соответствует 15-45 мг амброксола в сутки. Детям до 6 лет 1-2 ингаляции в сутки по 2 мл раствора, что соответствует 15-30 мг амброксола в сутки. Прием препарата более 4-5 дней возможен только по рекомендации врача. Противопоказания. Повышенная чувствительность к амброксолу или другим компонентам препарата. Беременность. Первый триместр. Период грудного вскарливания. С осторожностью применяют при нарушении моторной функции бронхов и повышенном образовании мокроты. При синдроме неподвижных ресничек, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Период обострения. Беременность. Второй третий триместр. Пациенты с нарушениями функции почек или тяжелыми заболеваниями печени должны принимать амброксол с особой осторожностью, соблюдая большие интервалы между приемами препарата или принимая препарат в меньшей дозе. Специальные указания. Бероксол не следует принимать одновременно с противокашливыми препаратами, которые могут тормозить кашлевой рефлекс. Бероксол следует с осторожностью применять у пациентов с ослабленным кашлевым рефлексом или нарушенным мукоцеллярным транспортом из-за возможности скопления мокроты. Пациентам, принимающим амброксол, не следует рекомендовать выполнение дыхательной гимнастики. У пациентов с тяжелым течением заболевания следует выполнять аспирацию разжиженной мокроты. У пациентов с бронхиальной астмой амброксол может усиливать кашель. Не следует принимать амброксол непосредственно перед сном. Побочные действия. Нарушения со стороны желудочной кишечного тракта. Часто. Тошнота. Снижение чувствительности в полости рта и глотки. Нечасто. Диспепсия. Боль в верхней части живота. Рвота. Диарея. Редко изжога. Сухо-слизистые оболочки полости рта и глотки. Запор. Нарушения со стороны дыхательной системы. Сухо-слизистые оболочки дыхательных путей. Ринария. Расстройства со стороны нервной системы. Часто. Дизгевзия. Нарушение вкусовых ощущений. Нарушения со стороны иммунной системы. Редко. Реакции гиперчувствительности. Кожная сыпь. Крапивница. Зуд. Ангионевротический отек. Очень редко анафилактические реакции. В том числе анафилактический шок. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей. Очень редко. Синдром Стивенса Джонсона. Синдром Лайелла. Прочие. Редко. Одиномия. Лихорадка. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 25 градусов. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.